Бизнес, мне пришлось из-за трудностей переехать сюда, а мне оставалось в этом городе. И приходится помогать. И сейчас, я 9 месяцев слушаю ваши лекции, мне казалось, что все идет на то, что он вернется в ее. У нас есть взрослая дочь, и 10 лет я не могла второго ребенка, который был в ней родить. И сейчас, в общем-то, такая опять дикая боль, я просто не знаю в отчаянии, что делать вообще. И я понимаю, я и обрадовала, что у меня ребенок родился, что он очень хотел сына, вот он родился. А что дальше, я не знаю, он живет на всей семье, куда и сюда, как-нибудь. Сегодня такой вопрос задавали уже, у нас в собрании с клубом «Благость» было. Ну, это не про мужа был вопрос, а вообще как-нибудь. Поймите, что человек, он живет гораздо для более глубоких целей. Но вот мы очень сильно взрываемся в эти отношения с мужем. Мы не понимаем, что цель человеческой жизни не вернуть мужа. Понимаете? Есть Господь, высшая истина, есть душа. Душа, она живет с целью познать Бога, познать Бога. Вот. Но понимаете, когда душа, она ставит другие цели перед собой, например, вернуть мужа, хочет душа вернуть мужа. То Богу это не нравится. Потому что, ну, получается, что вы верите в мужа, понимаете, а не в Бога. Ну, раньше, да, раньше верила больше в мужа. После ваших лекций я пересмотрела, начала. Мы сегодня с клубом «Благость» взяли и провели такую статистику. Я начал задавать вопросы. Вот. Кто из вас очень сильно, бесконечно сильно кого-то в жизни любил? И подняли руки люди. И я потом спросил, а кто из вас, ну, вот не потерял это? Ну, вот очень сильно, когда человек очень сильно кого-то любит, то и все говорят, я потерял, я потерял, я потерял. Вот. И один такой человек говорит, я не потерял, но сейчас теряю. Ну, то есть, как бы, любовь успокоилась, но последствия все равно не очень хорошие. Ну, то есть, идея в чем заключается? Я начал объяснять им, ребятам, что, ну, у человека есть чувства. Чувства человеческие, они настолько сильно любят, сильно любят, что человек не может это выдержать. Вот если я кого-то сильно люблю, то это невыносимо. Вот, допустим, мама любит сына, допустим, сильно. Ребенку это невыносимо. Он не может выдержать эту любовь. Или, допустим, муж жену любит, или жена мужа сильно любит. Это, ну, невыносимо. Или человек отказывается от этих отношений, или становится очень гордым и просто понукает этим человеком. Он для него становится просто ничтожеством. Понимаете? И причина вот такой жизни, почему так у нас все происходит, заключается в том, что вот так очень сильно мы должны учиться любить Бога. Потому что человек наши чувства не может выдержать. Человеческие чувства, если они к кому-то привязались, то они, их никто не может выдержать, кроме Бога. Но Бог, он с удовольствием их выдерживает. Понимаете? И это и есть экзамен жизни человека. Потому что любить же хочется, и хочется сильно любить. И вы о любовь, смотрите, когда человек кого-то любит, то есть чувство отдает кому-то свое. Вот это вот отдавать чувство, сильно отдавать чувство, можно только в одном случае, если ты на что-то рассчитываешь. Ну, на что-то рассчитываешь взамен. Понимаете? И вот это рассчитывать на что-то взамен, это называется верой. Понимаете? То есть, другими словами, вы верите или верили, ну, в общем-то, вера еще и остается своего мужа. И поэтому он, в принципе, человек хороший, то есть, ну, в какой-то степени совестливый. И поэтому он вас не бросает. Есть у него еще и личные интересы в этом плане, потому что вы ему помогаете. Вот. Но поймите, что жить с человеком, который в тебя верит и отдал тебе свои чувства, невозможно. Я вот по себе знаю, пусть у меня мама так сильно ко мне привязана, я с ней максимум могу 10 минут поговорить. Вот я 10 минут с ней говорю, говорю, мама, я уже не могу. Ну, я честно признаюсь, говорю, я уже не могу. Потому что она вот так сильно, как бы, привязана, так сильно, как бы, живет моей жизнью, что меня просто истощается психика, не выдерживает. Я не считаю, что я так слабый какой-то человек. Ну, вот представьте, как ему с вами было жить. Он сбежал, в результате, да? Да нет, я просто не знала, он, оказывается, 20 лет популировал. Я просто думала, что это какие-то трудности по работе, и он реагирует. Смотрите, вот смотрите, то есть, ну, вот вы сейчас будете мне все время отменять его, там, он виноват в чем-то. Нет, 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 он не виноват. Да он виноват, конечно, и он за это будет отвечать, однозначно. Мы сейчас говорим вообще не об этом. Я вам рассказываю вот, ну, вашу жизнь, понимаете? Я вам говорю о вашей жизни, а не о нем. Не он так другой какой-то был, и все было бы то же самое. Потому что жизнь человека предназначена для Бога, и мы должны в этой жизни научиться в Него верить, понимаете? И в этом цель человеческой жизни. Вы хоть говорите да, но я не уверен, что вы это понимаете глубоко. Понимаете, если мы в Бога начинаем верить и чувства Ему отдаем свои, то в отношениях с людьми мы очень сильно защищены. Вот, допустим, если женщина выполняет свои обязанности перед мужем, но перед ним она не слабо себя чувствует, она не унижена, понимаете, перед ним, то он всегда ее будет любить. Всю жизнь никогда не уйдет. Но если от чувства отданы мужа, и вместе с ними вера, то это невозможно. Надо быть супер благороднейшим человеком, понимаете, чтобы с таким человеком жить рядом. Поэтому есть понимание смысла жизни человеческой. То есть вот видите, как бы я вам рассказал вот эту схему и думаю, почему так, почему? Ведь это же любовь, это самое главное. Почему Бог так устроил, что я вот полюбил кого-то очень сильно. Почему вы не сделаете эту любовь взаимной, если Бог хочет людям счастья? Понимаете, Бог хочет, чтобы мы Его полюбили. И Он так сделал, поэтому, что если мы кого-то так сильно любим другого, то у нас ничего не получается. Так устроен этот мир. Потому что цель жизни человека — это не человек, а Бог. Поэтому вам надо научиться Бога любить сейчас, понимаете? И если вы это сделаете, дальше уже будут два варианта. Или Бог вам другого человека даст, или вернется ваш муж к вам. Одно из двух. Я и такой вариант вижу, и этот. Но если вы будете жить так же, как вы живете сейчас, это невозможно, чтобы вам Бог кого-то дал, или чтобы ваш муж к вам вернулся. Потому что вы экзамен в своей жизни не сдаете. Вы живете ради человека. А надо жить не ради человека. Наша жизнь предназначена для постижения более высоких истин. Тогда мне лучше сейчас вообще не общаться с ним. Правильно я понимаю? Вот смотрите, если я голоден, мне хоть смотреть на пищу, хоть не смотреть на нее. Разницы большой нет. Конечно, если смотреть, то хуже. Если не смотреть, то лучше. Надо утолить голод, понимаете? Надо не думать о том, сейчас общаться с ним или не общаться. Это все бессмысленно. Нужно общаться с Богом. Нужно ходить в храм, молиться. Вот этим сейчас надо заняться. А общаться с ним или нет, ну как, есть разные обстоятельства жизни. Я так понимаю, что вы вместе работаете. Как вы можете не общаться? Ну то есть вам придется, а если вы уйдете с работы, вообще без денег даже останетесь. Ну да. Ну так зачем тогда об этом сейчас думать? Это вопрос не в этом, понимаете, в вашей жизни. А вопрос только в том, кого верит. Все, больше нет никаких вопросов. Потому что вы себя теряете. У вас уже начала страдать психика, понимаете? У вас уже сон нарушен, уже жар по всему телу идет. Ну вот что вы с собой делаете? Вы же себя можете просто угробить. И это упрямство просто. Вы упрямо хотите вернуть себе человека. Это невозможно. Понимаете, вот такие случаи, они безнадежные, безнадежные. Вот это я все время вспоминаю эту песню «Невщик не гони лошадей». Это опять безнадежный случай. «Как жазду средь мрачных роднин измену забыть и любовь. Но память мой злой властелин все будет минувшее вновь». Понимаете? То есть это невозможно так жить. Человек не может так, это невозможно. И причина — это вера. Человек поверил во что-то, вот. И все. И он просто, и вы в этом жаре живете, понимаете? В этой жаре. То есть вы хотите, Бога требуете. «Верни мне мужа, верни мне мужа». «Я не предавала ему, я ему верна». А Бог вам говорит в сердце. «Будь верна мне». Ты неправильно понимаешь, что это верность. Спасибо. Спасибо вам. Ну давайте я вот немножко. Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Слушаю ваши лекции уже очень давно. А вы можете где-то пазочку поставить? Какой-нибудь. Заря на такой. Ситуация такова, что наши отношения с мужем, они накаляются с каждым годом. Ну, вы только сженились, что ли? Нет. Мы знаем друг друга уже 9 лет и 3 года, как я уже замужу. Но у меня не хватает сил. В этих отношениях я как будто потеряла себя. Вот до того, что сегодня мне нельзя возвращаться из дома, если мне не задам этот вопрос. Род, нельзя что? Вернуться домой. Он так сказал? Да. А он тоже слушает? Да. А где он? Здесь? Нет. Он не слушает. Я понимаю, что все ваши ответы, я их через себя понимаю. Я понимаю, что я должна любить Бога, а не Его. А не Его? Нет такого, я так не говорил, что Его не надо любить. Да, я не правильно сказала, и сейчас мой муж тоже, наверное, смеется. Я так не говорю. Нет, что значит, можно не любить, любить Бога. Извините, пожалуйста. Вот Олег иначе дает. О, вы меня вернули в точку. Вот. И мой вопрос... Я могу уже сейчас ответить. Да, спасибо большое, что мне не пришлось подробностей. Первое, вы должны понять, что не может один человек виноват быть. Женщина склонна думать, что она виновата во всем, вот, и себя винить, и все, и она вот виновата, все, как вы. Думаю, что он виноват точно так же, как вы. А причина вот таких всех трудностей заключается в том, что, ну, в жизни семейной есть эгоизм. Очень сильно выражен, потому что люди, они когда... Мужчина чувствует счастье от женщины, женщина от мужчины. И вот это ощущение счастья друг от друга, они рождают жажду счастья, рождают жажду. Вот когда от Бога счастье чувствует человек, это счастье, оно охлаждает, делает человека спокойным, умиротворенным. Жажда проходит. Но когда человек счастье от человека чувствует, жажду увеличивает. Хочется больше счастья, все больше от него. И вместе с желанием счастья, когда люди вот друг от друга хотят счастье, вместе с этим желанием счастья, увеличивается так же ощущение своей правды. Вот когда кто-то мне счастье не додает, допустим, жена, у меня возрастает чувство своей мужской правды. Что вот жена должна со мной вести себя вот таким образом. Да, я очень непослушная, я своенравленно. Я все время кричу. Я сейчас не про вас говорю, моя хорошая, не про вас. Вы сейчас самопичеванием занимаетесь, понимаете? Вы хороший человек, вы думаете, вот я во всем виноват, так все, я непослушная, я плохая жена. А он такой хороший, он ни в чем не виноват. Это опасное мышление, вы можете его просто потерять, человека, таким образом. Я сейчас говорю не об этом. Я сейчас говорю о самом принципе жизни совместной, что в этой жизни совместной разжигается жажда счастья. Друг от друга вместе с этой жаждой разгорается так же чувство собственной правды, потому что счастья же не могут бесконечно увеличиваться в отношениях. В какой-то момент я чувствую, что мне не додают чего-то. И у меня рождается чувство правды мужской, что вот так, жена так себя, причем пристально, ясно становится, чего мне не хватает. Это ясно очень. Мужчина точно знает, что вот если жена вот так, вот так, вот так себя будет вести, то это и есть правда, это и есть правильное, вот правильное поведение. И, допустим, жена вот верит мужу, допустим, да, она думает, блин, ну точно, я должна себя вот так вот, вот так вести с ним, чтобы он был счастлив. Но при этом у женщины внутри есть своя правда. Она может от себя ее скрывать, думать, что вот, наверное, это неправильная правда, вот мужская правда правильная, а женская неправильная. И женщина думает, вот если бы он, ну, как-то понежнее себя вел со мной, не так грубо, как-то уступал, может, побольше, помудрее был, допустим, не сильно обращал внимания на мои эмоции, помудрее как-то, я была бы больше счастлива. Но вы вот, вы конкретно эту женскую правду, себе даже признаться боитесь в ней. Я ему об этом говорю. Ну вот видите, как бы, что происходит между вами, идет сейчас война. То есть война такая, что вы, как бы, вы вроде не хотите воевать, но приходится, понимаете? Потому что есть женская правда, а есть мужская. И сейчас они воюют, какая из них более правильная. Причем вы как бы признали уже, что мужская правда более правильная. Но вы женскую отменить не сможете, понимаете? И это такая война между мужчиной и женщиной от каждой семьи возникает в какой-то момент. И причина этой войны, непонимание вообще, что такое любовь. Сначала вот любовь в отношении всегда идет как эксплуатация, потому что люди, они, ну, наслаждаются друг другом. Просто наслаждаются, понимаете? Испытывают наслаждение друг от друга. Это не любовь. Вернее, это энергия любви, но она эксплуатируется. И пока она эксплуатируется, люди постепенно теряют нормальные отношения, потому что у них увеличивается желание иметь счастье и претензии, требования этого счастья друг от друга. Ну, то есть, я хочу больше любви, хочу больше любви. То есть, это не любовь. Хотеть любви — это не любовь. Любовь — это когда ты ничего не хочешь, это когда ты служишь. И таким образом между вами сейчас любовь тает, разрушаются ваши отношения. Потому что любви никакой не было. Была только эксплуатация между вами. Понимаете, любовь к женщине означает, что мужчина ничего не хочет от нее. Он хочет, чтобы она ей была хорошо. Он ничего не хочет от нее, понимаете? Любовь к женщине к мужчине тоже такая же. Ничего не хочет от него она. Но у вас больше к нему любви. Вы уже от него особо ничего не хотите. Рано, чтобы у него было хорошо. Ну, чуть-чуть что-то хотите, у вас есть обиды, конечно. Но вы уже так себя более-менее как бы... Ну, вот это и есть любовь. То есть, вы приходите к любви сейчас, понимаете? Вот эта ситуация есть в каждой семье возникает. Война начинается. Кто больше достоин любви, женщина хочет женского счастья, оно противоположное мужскому. Ну, то есть, вот не то, что вот так синтронизированы должны быть люди. Например, женщина думает, если вот мне нравятся нежные отношения, значит, ему должны нравиться. А все наоборот. То есть, мужчине это аскеза, вот эти нежные отношения, все вот это ссю-пусю, для него это аскеза, понимаете? А для женщины это счастье. А мужчине нравится, когда женщина подчиняется ему во всем, как солдат, знаете? Женщина это не солдат. У нее природа вообще не любит подчиняться никаким приказам у женщины. Но она подчиняется только любви к женщине. Вот если ее любит, она подчиняется. Не любит, она пунктует всегда. Вот. А мужчина хочет безусловного подчинения. Вот люблю тебя, не люблю, ты должна подчиняться. И все. Женщина не хочет. Это несправедливо ей кажется. Она пунктует. И так далее. Вот эти все вещи, они в каждой семье возникают. И причина этих вещей — это эгоизм человечества. Вот в этой любви, влюбленности между мужчиной и женщиной, где страсти горят, желание наслаждаться друг другом, всегда растет эгоизм. И это всегда и везде приводит к жутким страданиям. И причина ваших проблем заключается в том, что вы, ни вы, ни он, не знаете, что такое любовь. Любовь ничего общего не имеет с тем, что у вас сейчас происходит между вами. У вас сейчас идет война за права, кто кем будет наслаждаться. А любовь означает, что ты просто хочешь, чтобы человек был счастлив. Несмотря на его недостаток. И вот это вот я хочу, чтобы человек был просто счастлив, несмотря на его недостаток. Вот в этом чувстве есть одна проблема. Знаете, какая? Человек не может так хотеть сам по себе, потому что, чтобы отдавать любовь, нужно ее откуда-то брать. Если ты просто отпускаешь, он будет счастлив, ты ее просто отдаешь, да, любовь. А назад ничего не приходит. Это значит, что любовь кончается. Понимаете? Поэтому человек сначала должен полюбить Бог. Вот когда человек Бога любит, он переполняется этой любовью, потому что Бог — это большое целое, человек — маленькое целое. Человек переполняется Богом, и тогда, что у него лишнего произошло, получилось, он отдает людям. Бескорыстно, потому что ему хватает. Вот тогда он отдает это людям. И вот это называется правильная семейная жизнь. Муж и жена каждый день думают о Боге постоянно. И вот когда они наполняются, они друг другу служат этим. И ничего при этом для себя не желают. А чего вот для себя желают? Вот, допустим, женщина желает нежности от мужа всегда, заботы, внимания. Мужчина желает подчинения, желает, чтобы она его слушалась там, на задних лапках прыгала перед ним. Вот это желание, да? Теперь, когда жена думает о Боге постоянно, она просто делает так, как муж хочет. Она прыгает на задних лапках перед ним, там его слушается, но при этом себя не теряет. Почему? Потому что если она начинает прыгать перед ним на задних лапках, но взаимности нет, то она становится униженной, ей становится очень обидно. Но если она от Бога получает любовь, то она прыгает перед ним на задних лапках, ему хорошо становится, но ее чувство собственного достоинства имеет крепкую силу. То есть она не служанка перед ним и не зависит от него, а делает она это просто для того, чтобы он был счастлив. И все. А если он обнаглел, она может это не делать, она просто подальше от него держится, и как будто бы ничего не было между ними в отношении. И тогда он начинает ее уважать. Он тогда понимает, она может быть идеальной женой для меня, эта женщина, а может и не быть, это ее выбор. И он думает, я хочу, чтобы она была моей женой, потому что я лучший человек и не встречал в своей жизни. И он начинает, ну, относиться к ней с уважением, очень внимательно, заботливо, потому что он осознает, что его жена от него не зависит. Не зависит. Понимаете, я вам рассказал сейчас путь, который может быть ценой в жизни. надо вашей семье пройти. Я не знаю, когда вы придете к этому знаменателю. Но я знаю точно, что если вы будете дальше воевать и доказывать свою правду, мужскую и женскую друг другу, то ваша семья просто развалится. И это факт. И так разваливается 80% семей сейчас. По статистике. Понимаете? А причина? Потому что все неправильно живут. Жить надо не друг для друга, а для Бога. Раньше люди, прежде чем кушать, молились, после еды молились, когда готовили пищу, молились, на работе молились, с утра молились, вечером молились. Алтарь был посреди квартиры, а не телевизор. Не бутылка, а на столе посреди стола стояла икона. Понимаете? То есть люди жили для Бога раньше, и поэтому семьи сохранялись. Сейчас люди живут для своих собственных наслаждений. И поэтому семьи разваливаются. Вот и все. Главный вопрос. Что я сейчас могу сделать? То есть все, что ты говоришь, да, я хочу сказать. Вы должны наполниться Богом для того, чтобы подчинить себя мужу. Но когда вы его себя подчините, подчините ему себя, вам от этого легче не станет, а ему станет. А вам легче будет от Бога. Вы просто будете Богом жить и не ждать от мужа ничего. Потому что он не соображает, как вас сделать счастливым. Он соображает только, как себя сделать счастливым. Вот вы когда ему и себя подчините, мужу своему, но при этом не потеряете себя, тогда и все успокоится в семье. Но в принципе он может сделать то же самое. Перестать вас трогать, давать вам заботу, нежность, но ничего не требовать от вас. Но для этого он от Бога должен брать. В общем, кто-то должен быть первым. Да, я понимаю. В этой ситуации мой муж намного сильнее меня. Он берет силу от Бога. Мы единосвященную ищем. Он не сильнее. Просто понимаете, в семье всегда есть вектор любви, такое понятие. Вектор любви, он так устроен, что один человек любит другого человека, а другой отдает любовь. Тот, кто отдает любовь, ему кажется, что он лучше. Ну вот если человек отдает, его любят, допустим. Вот допустим, вы меня любите, а я вам отдаю любовь. И мне кажется, что я лучше. Я тут сижу на своем доме. Более, ну какой я умный. Понимаете? Вот примерно то же самое происходит там у вас. Понимаете, муж отдает вам любовь. Он такой умный, такой крутой, старший. А вы его любите. Понимаете? Вот когда человек любит, он унижен в отношении к человеку. Когда человек человека любит, он унижен. Но ведет себя мудрее, потому что он смиреннее, послушнее и так далее. А человек, который отдает любовь, он гордится собой. Понимаете? И при этом выглядит очень умным. Понимаете? И вот человек, который отдает любовь, должен научиться быть посмиреннее. А человек, который принимает любовь, любит. Он должен научиться быть достойным, сильным, не униженным. И вот человек, который отдаёт любовь, может стать смирением только если он имеет старших, наставника, если он думает о Боге. Бог его делает смиренным. А человек, который принимает любовь, любит. Он может окрепнуть, перестать быть униженным, только если он полюбит ещё и Бога параллельно. И не будет зависеть в этой любви от мужа. Спасибо большое. Вы мне очень помогли. Хорошо, я рада вам. Надеюсь, вы мне тоже помогли. Вот мужчина. Садитесь. Добрый день. А можно я перед тем, как задам вопрос, вас ещё угощу небольшим гостинцем? Ну, сначала задайте вопрос, а потом рассмотрим. Я же не знаю вашего вопроса. Садитесь. Я очень рад... Может, я вам так отвечу, что вы уже не захотите меня угощать? Я очень рад побывать на вашей лекции. Я здесь со своей будущей женой. Это она научила меня слушать ваши лекции. Я этому очень рад. Но я хотел бы спросить у вас совета. Мне кажется, что у вас есть кому вам советовать. У вас есть наставники, да? Нет. Нет ещё? Нет. Значит, скоро будет. Завтра? Хорошо, спасибо. Вы вчера очень дельные советы дали одной паре, которая попросила у вас благословения. И, на самом деле, главный вопрос, который меня сейчас ферзает, это... Ну, мы ещё не поженились, но мы в ближайшем будущем планируем это сделать. Ну, я считаю, что главный вопрос, зачем люди трянутся и создают семью, это для того, чтобы родить детей и дать им достойное будущее. Это тоже важно, да? В этом смысл? Ну, вот, меня очень волнует, как бы, наш с женой духовный уровень. И я хотел бы попросить у вас совета, что является ключевым, как бы, залогом успеха для рождения детей счастливых. Ну, а можно жене вот микрофончик вашим, да? Как вы думаете, у вас хорошее отношение? Да. Ну, я тоже так считаю. Я считаю, что мне вам нечего советовать, у вас так всё хорошо. Я вам советую быть такими же, как вы есть, смиренными, направленными на Бога, ну, разумными людьми оставаться. И если вы такими будете, то и дети такими же будут. Вот и всё. Всё очень просто. Спасибо. 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 Спасибо.